Школа первой помощи детям, обучающая программа под таким названием, прошла в торговом центре выходной. Родителям и педагогам предстояла непростая задача. Не только запомнить, как спасти человека в чрезвычайной ситуации, но и отработать полученные навыки. Нам нужно обязательно смотреть, чтобы грудная клетка возвращалась в свое положение. Многие ситуации не ждут приезда скорой. Первая помощь на то и первая. Базовый минимум может спасти жизнь человеку. Как помочь пострадавшему при остановке сердца и что делать, если ребенок начал задыхаться. Участников школы первой помощи детям обучили поведению в чрезвычайных ситуациях. Бабушка, мама и педагог в одном лице Евгения Суханова не понаслышке знает, почему эти навыки могут помочь в дальнейшем. Приходилось мне, и я не знала, что делать. Я только знала, что язык должен был запасть. И вот это я за языком, что я знала перевернуть, чтобы рвотной массы не было. Но слава богу, что попался... Это был ребенок, ему 11 лет было. И попался знающий мужчина, который полностью оказал помощь. Для меня эта тема очень актуальна, потому что маленькие дети – это травмы постоянные. Четыре часа оттестованные инструкторы-спасатели показывали, как правильно оказывать первую помощь. На тренажерах-манекенах участники занятия смогли и сами отработать навыки. В этом, по словам специалистов, и есть секрет успеха. В момент ЧП мы находимся в состоянии жуткого стресса, шока. Особенно, когда мы видим, что что-то с нашим ребенком случилось. А за счет того, что мы на наших практических занятиях учимся вырабатывать практические навыки, развивать так называемую мышечную память. В момент ЧП наши руки способны повторить вот этот самый необходимый алгоритм действий, пока наш мозг мобилизуется. Избежать и снизить количество несчастных случаев. Такой целью задалась школа первой помощи детям. Обеспокоенных этой темой оказалось много. И если кто-то пришел получать знания целенаправленно, то некоторые, придя на шопинг, на время отложили покупки и решили просветиться. У меня малыш, ему 9 месяцев. Очень часто мы с ним находимся дома один на один. Поэтому, если что-то случится, не дай бог, конечно, подавится, упадет, обожгется. Ну, много чего может случиться. Кроме меня, помощь оказать будет некому. Поэтому мы решили прийти и послушать курс. Очень полезно. Перечень навыков, которые необходимо освоить каждому, большой. Именно поэтому бесплатные занятия в Люберце еще вернутся. Теперь торговый центр – это не только развлечение. Выходной взял на себя и социально значимые проекты. Дарья Борисова, Анна Троян и Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова